Джулиус Роберт Оппенгеймер Известная фигура Физик-ядерщик Уже началась Вторая мировая война Он верил, что миру нужно новое оружие Верил в это Но именно для того, чтобы положить конец войне Вот это его мышление было Проводит испытания первой американской ядерной бомбы В Нью-Мексику в 1945 году И Оппенгеймер в ужасе От плодов своего труда То есть он вдруг понимает, куда может зайти человечество И вот сегодня есть такой термин Момент Оппенгеймера То есть его применяют, говоря об искусственном интеллекте Который станет частью обороны И будет отвечать за ядерное оружие, возможно Ученые начинают понимать, какое было намерение Помочь человеку И вдруг искусственный интеллект становится опасностью для человека И ученые уже сами требуют сократить Разработку искусственного интеллекта Вопрос Объясните, пожалуйста Почему всегда наши намерения Не соответствуют результатам? Ну потому что мы считаем себя хорошими И не понимаем, что наша природа Она абсолютно отрицательная Да То есть мы думаем, что так мы и хорошо и продолжим Что мы можем взаимодействовать между собой Что мы можем быть посредине между плохими и хорошими свойствами И так далее То есть что мы, в принципе, неплохие люди Да, вообще, это точно На самом деле, конечно, нет хуже нас И глупее нас Понятно То есть мы хотим добыть дешевую энергию Строим бомбу Хотим лекарства разработать Химическое оружие строим И вот так вот все и происходит Да Вот у меня такой вопрос Где и когда происходит этот переворот? Вот где? В какой момент? Когда человек обнаруживает Что результатом его действий Будет разрушение Того прекрасного будущего Которое он себе строил Но уже поздно А вот в какой момент это происходит? Когда он вдруг видит, как бомба взрывается Там, там, в Мексико, да? Да, да, да А до этого, за секунду до этого Он этого не чувствовал? Не мог А, не мог даже, да? Не мог То есть ему вдруг показывают Просто реально Что ты сделал? Да Ничего не сделаешь Вообще жалко Ну ладно, Пингеймера тоже жалко, честно говоря Конечно Огромное количество людей Обнаруживает Что работают на смерть Да Конец своим благим порывам Планам и так далее Да Ну, как же нам, зная это Вот если мы будем это знать Мы сможем повернуть вот этот вот Нет, мы не чувствуем Мы обманемся еще Тысячу раз То есть даже Вы сейчас сказали Человек слышит И он говорит Ой, как он прав Он все равно пойдет Да, да, да Мы не чувствуем этого Это должно быть В вере выше знания Это должно быть Только с точки зрения Каббалистических взглядов На человеческую природу Да Да То есть без знания Человеческой природы Просто таким решением моим Я так буду поступать Добрым Нет, 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 нет Ты сам понимаешь Это все не так работает Хорошо Какие тогда действия Как мы можем Вот мир Ну, немножко скорректировать Ну, немножко Чтобы как-то Знаете, чтобы наши Намерения хоть Немножко совпадали Запретить Запретить Просто всем запретить То есть вы сейчас Относитесь к миру Как к детям, да? Вот это тебе Еще хуже, чем к детям У детей нет таких возможностей Понятно Да, здесь рука в огонь И надо по руке ударить, да? Просто вот запрещение Вообще, я честно говоря Не ожидал, что вы так скажете Запрещение А как еще сделаешь? Запретить разработки Искусственного интеллекта Потому что это будет вредить Это ужас Это хуже, чем атомная бомба Так Ну, я даже не знаю, как продолжить А нечего продолжать Лучше не продолжать Лучше просто Запретить Запретить и все Собрать все книжки Да и сжечь Так, это уже мы произносили Уже народ нервничал После этой фразы Да Хочу сказать вот что Хорошо Запретили Вот этот период От запрещения К дальше, может быть Маленькому разрешению Еще маленькому разрешению Что в этот период Должно произойти? В этот период Мы обязаны Воспитывать народ Верой выше знания Эту фразу никто не поймет Верой выше знания Неважно Но есть такое условие Что если ты хочешь Точно развиваться В добрую сторону Так Никому не нанести Никакого вреда Так Ты должен идти вперед Раскрывая природу Верой выше знания Вот эта вот Фраза Вера выше знания Она является здесь Основной Краеугольной И решающей Понятно Если мы поймем Как нам правильно Относиться к природе И к себе Верой выше знания Тогда мы Сделаем все Только доброе Для себя Для других И для природы То есть вы Даже не хотите объяснять Вы хотите чтобы она Отпечаталась Эта фраза в человеке И все Да? Да А потом разберемся Да? Да Понятно Все равно ее разобрать Очень трудно На это уходят у человека Годы 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 Я знаю что ваш учитель Все время повторял Вера выше знания Вера выше знания То есть это даже У больших мудрецов Эта фраза Она актуальна Конечно Да? Да Перед нами Перед всеми Не стоит никакой Иной задачи Как забраться На эту ступеньку На веру выше знания То есть ну хоть немножко Ну вот есть знание Знание что Можно хорошо сделать человеку Знание что Я смогу И вы говорите Это все надо Так? Не использовать Не использовать Сначала очень хорошо И правильно освоить Методику Получения веры Выше знания А после этого Уже занимайся Своими игрушками Оппингеймерами Там и всякими прочими Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова